Взрыв в Тимиртау унес жизнь 51-летней женщины, еще одна пострадавшая в реанимации. Сегодня в 8 утра в Тимиртау на улице Ватутина прогремел взрыв, который полностью обрушил двухэтажный продуктовый магазин. Репортаж с места событий Людмилы Батюшкиной. От большого здания со складом в виде ангара остались одни руины. Елена Бережная в тот момент была на улице, выносила мусор и попала под взрывную волну. На помойке мусор только кинула и развернуться даже не успела. Я задом стояла, потом повернулась, все летит вот так сюда. Страшно? Да. А глохло на одно ухо, вот здесь это место будет. Аж нагнуться так не могло. Мы лежали дома, получается, у меня стенка тряхнула. У меня дети испугались от взрыва. После взрыва начался пожар, но его быстро потушили. Двухэтажный магазин под названием «За углом» работал с 8 часов утра. Спасатели извлекли из-под завалов двух женщин, продавца и покупательницу. 31-летняя девушка в реанимации с термическими ожогами, травматическим шоком легкой степени. Ее состояние средней степени тяжести. Она в сознании. Погибшая продавец магазина. Этот случай однозначно относится по своему характеру и по тем разрушениям и жертвам, которые произошли к разряду чрезвычайных. Продавщица, она уже без признаков жизни была извлечена. Она мама четырех детей. Семья многодетная. В принципе, мы сейчас окажем всю помощь, которая потребуется для этой семьи. Сама она инвалид первой группы. Муж работает на кормете. Погибшая женщина устроилась в магазин всего две недели назад в Карагандинской области. Это, видимо, первые жертвы природного газа. Его начали подводить в область три года назад, а это здание подключили лишь в ноябре. Наша задача – полностью разобрать завалы и выяснить, нет ли под ними людей. Была информация, что в здании был еще и мужчина. Возможно, он успел его покинуть до взрыва. Общая площадь здания была 300 квадратных метров. Взрыв был сильным, но после расследования мы точно скажем причину. Я сам шоке, если вы не подчаёшься, все, конечно, свои расходы возьмем полностью, все, и еще надо встретиться с ними. Еще не могу ничего вам сказать. По словам владельца здания, это был его единственный объект бизнеса. В опасности и жители соседней четырехэтажки. Толстые стены бывшего военного общежития выдержали взрыв, не повреждены даже окна. Но крыша ангара, служившего магазину с кладом, повисла над единственным подъездом. А нам что делать? Смотрите, вот, топлисты, висят, как на соплях. Ребенок, любой будет, даже человек будет идти на голову и все. Уберите вот это, это же тоже опасность. Среди версий причины был взрыв газового баллона. Он был в магазине, но остался целым. Его вытащили спасатели. На уровне первого этажа, в помещении гаражного бокса, они обнаружили автомашины. Одна из которых, предположительно, была с газовым оборудованием. Но и там баллон цел. Пострадавшая покупательница рассказала, что она зашла в магазин, купила зажигалку и решила ее проверить. Через 2-3 секунды после того, как она ее зажгла, раздался взрыв и дом рухнул. Окончательную причину установят следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности», повлекшее по неосторожности смерть человека. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, 5 канал.